Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести» Карачаева-Черкесия в студии Дарья Тендит. Не только сказать нашим предкам спасибо, но и сохранить память об их подвиге в веках. Пятая ежегодная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» объединила сотни тысяч небезразличных жителей России и дружественных государств. Как прошла акция в Карачаево-Черкесии и сколько зеленых красавиц посадили в этот раз – все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Семьями и коллективами со всей республики собираются на Зеленый остров города Карачаевска жители, желающие участвовать в важном историческом и экологическом мероприятии. Это великая акция, дающая возможность не только сказать спасибо героям, но и увековечить их подвиг, сохранить память на веках. Это связь времен и народов, память, которую мы должны хранить и передавать потомкам. Минутой молчания собравшиеся почтили память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны и специальной операции. За солдата – одно дерево, 27 миллионов саженцев, память о каждом погибшем советском человеке в годы Великой Отечественной войны и в честь героев спецоперации ежегодно сажают в рамках международной акции «Сад памяти», которая проходит уже в пятый раз. Министр природных ресурсов и экологии республики Диана Качкарова поприветствовала участников акции, пожелала хорошего настроения, чтобы все деревья прижились. Саженцы и лунки готовы, взяв перчатки и инвентарь, собравшиеся приступили к работе. «Приехали частью своего большого коллектива во главе с нашим управляющим Зором Муратовичем Джазовым. Принимают участие сотрудники разных подразделений, сотрудники нашей службы безопасности и сотрудники тех, кто обслуживает непосредственно физическое население. Спасибо огромное Министерству природных ресурсов в Карачаево-Черкесии, что пригласили нас поучаствовать в данном мероприятии. Уверен, что данный район города зацветет, все саженцы, которые были посажены сегодня, примутся». 150 елей в Карачаевске, а всего по республике в рамках акции «Сад памяти» посадили 9300 деревьев. «Наш отряд – это лесные волчата. Мы уже приехали сюда, участвуем в этом второй раз». «Посадили уже деревца?» «Да, посадили, где-то 3-4». «Мы на самом деле потрудились на славу. Нас в количестве 5 человек с Карачаево-Черкесского государственного университета – волонтеров. Мы посадили порядка 10-15 саженцев». После посадки деревьев сотрудники Минприроды решили провести субботник вдоль реки Кубань. «Спасибо большое всем участникам. Очень отрадно, что огромное количество общественных движений, волонтеров, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления активно принимают участие в этом мероприятии и помогают нам для того, чтобы мы воспроизводили лес, благоустраивали территорию, для того, чтобы мы украшали Карачаево-Черкесскую республику». Водители обращались к водителям с напоминаниями, что необходимо быть внимательным во время управления транспортным средством. «Дети заранее подготовили письма для водителей, в которых выражают свою просьбу соблюдать скоростной режим, притормаживать при проезде пешеходных переходов, пропускать пешеходов на пешеходных переходах, особенно быть внимательными при проезде общеобразовательных учреждений. Каждый водитель, принявший участие в данной акции, получает письмо, обращение от детей». Каждый водитель, принявший участие в акции, получил от детей письмо с призывом быть осторожным и соблюдать правила дорожного движения. «Ты очень внимательным будь к пешеходу, и в солнечный день, и в плохую погоду, но ты не зевай в руках твоих жизней, на тормоз нажми, остановись». «Будь внимательным на дороге, не садись пьяным за руль, ведь от тебя зависит жизнь, здоровье людей, счастливого пути». «Дорогой водитель, будь внимательным на дороге, от этого зависит жизнь людей, соблюдай правила дорожного движения». Водители транспортных средств благодарили детей за профилактическую работу, пообещали быть внимательным к пешеходам и, самое главное, соблюдать правила дорожного движения. Алихан Ипшоков, Зарима Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Хабесский район. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok С первых дней пребывания беженцев из Белгородской области в нашей республике власти Карачаева-Черкесии оказывают посильную помощь. Стараются поддерживать согражданы, политические, общественные, образовательные организации. Вместе со студенческим коллективом Международного колледжа «Полиглот» в гостях у белгородцев в их временном месте жительства в Домбае побывал корреспондент Артур Мхце. В один из отелей, где около месяца назад разместились вынужденные переселенцы из Белгородской области, заходит группа молодых людей. Студенты Международного колледжа «Полиглот» и их руководители решили устроить маленький праздник для тех, кому ранее пришлось спешно покинуть малую родину и переехать на неопределенный срок в Карачаево-Черкесию. Мы узнали о том, что находятся дети в Гранд-Викторе, в отеле в Домбае, о том, что они потеряли кровь, о том, что мы знаем, какая ситуация сейчас в стране, и их заселили в Домбай. Мы об этом узнали и сразу же студенческим советом и с нашим директором Мажанайсовной начали подготавливать программу определенную, закупать вещи необходимые, чтобы приехать, помочь чем-то и также побыть с ребятами, провести с ними время. Разные вкусности, а также детские вещи пользовались у жителей отеля большим спросом. Это и понятно. Белгородцам пришлось оставить дома многое из того, что могло бы пригодиться сейчас. А потому люди рады любой помощи, любым знаком внимания со стороны властей и политических, общественных, образовательных организаций. Мы из города Белгорода. Находимся, наверное, к концу марта, ну, как привезли. Условия хорошие, кормят отлично. Ну, конечно, для крупного ребенка нужно много всего там и кроватка, и одежда, но у нас все это нам предоставили. Спасибо большое властям и администрации отеля. А еще жители Белгородской области интересовали возможность временно трудоустроиться в Карачао-Черкесии и специальности, которым обучают в колледже. Сейчас подходили ко мне родители и просят, чтобы я рассказала о нашем колледже, потому что у них есть дети, которые хотят поступить в колледж. Ну, а затем, чтобы юные белгородцы и их родители запомнили эту встречу надолго и только с позитивной стороны, студенты колледжа организовали для них спортивно-музыкальную программу с различными конкурсами, сюрпризами и просмотром мультфильма. Традиционный фестиваль-конкурс «Магия танца» прошел в Карачаево-Черкесии. Представители танцевальных групп из городов и районов республики продемонстрировали на сцене свое хореографическое мастерство. На ярком и зажигательном мероприятии побывала Алла Качива. Сегодня Благодатная земля Уджикутинского муниципального района принимает наш традиционный фестиваль-конкурс «Магия танца». В этом году он отмечает свой юбилей, четверть века, 25-й он по счету и собрал в себя 25 хореографических коллективов. Это практически 500 участников, которые сегодня покажут свое мастерство, свой талант на этой сцене. Это самый крупный, самый масштабный фестиваль, проводимый нашим центром в республике. Это грация, это эмоции, это изящество, это сила, это энергия. Название конкурса выбрано не случайно. На сцене – настоящая магия, магия танца. Удивительные и живописные хореографии представляют собой воплощение культуры и истории разных народов. Профессиональное жюри оценивает не только постановку, но и красочные и разнообразные костюмы и украшения юных танцоров. Соревнуются участники в различных номинациях – народный и эстрадный танец в младшей, старшей и смешанной группах. Ансамбль «Носы» из Ногайского района представит на суд жюри постановку, в которой девочки отразят народные традиции ногайского народа. Мы сегодня будем танцевать два ногайских танца. В принципе, танец для нас – это как феерия и вальс эмоций. И мы очень рады, что мы приехали сюда, поучаствуем здесь. Для нас это радость. Этот день для нас незабываемым должен остаться. Этот день мы ждали очень долго, готовились. У нас столько эмоциональных движений. Центр культуры и досуга Узжигутинского района уже второй раз становится площадкой республиканского фестиваля-конкурса «Магия танца». Такого рода фестивали, безусловно, необходимы и нужны. Естественно, если брать общее развитие молодежи, детей, раскрывая творческих потенциалов. Вы понимаете, любой коллектив, который существует, который занимается ежедневно, без таких конкурсов, без фестивалей, он не будет иметь роста. Потому что для артиста нужен зритель. Это, безусловно, сегодняшний конкурс, он, конечно же, имеет немножко другую подоплеку. Там жюри будет оценивать. Мы хотим, чтобы, безусловно, наши ребятишки, наши дети были довольны своими достижениями сегодняшними. По традиции мероприятие порадовало своим колоритом – многообразием жанров танцевального искусства, новыми именами и талантами. По итогам оценок жюри, первые места в различных номинациях заняли ансамбль «Ашемез» из Хабирского района, «Радуга» из Зеленчукского, «Азат» из Карачаевского, «Кубиночка» и «Горянка» из Узжигутинского и «Кавказская легенда» из Прикубанского районов. Мы очень надеемся, что данный фестиваль будет способствовать развитию и прививать любовь к кариафическому искусству нашей молодежи. И в скором будущем мы увидим наших артистов на больших сценах нашей большой страны. Алла Качиева, Миха Гаракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигута. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных, всего доброго и до встречи.